Всех приветствую! С вами Эд и канал Другая История. Открываем новую рубрику «Обзор творчества и СМИ». Тема сегодняшней нашей беседы – телевидение. Сегодня мы поговорим о телевидении и его влиянии на общество. Негативное влияние телевизора на человека. Понаблюдайте за собой и вы удивитесь. Для очень многих людей телевизор стал тем заклятым другом, который пожирает большую часть их энергии и свободного времени. Очень легко посчитать, какая часть жизни съедается ящиком. Начнем. В 8 часов эта треть жизни уходит на сон. Еще одна треть уходит на работу. Допустим, что из оставшейся части человек тратит на просмотр телепередач 4 часа. Это составляет 1 шестую часть жизни. Что остается? Остается еще одна шестая часть – 4 часа. Что необходимо на еду, транспорт, душ и прочие бытовые дела. А если телевизору уделяется больше 4 часов в день, посчитайте сами. Можно, конечно, оправдывать себя. Говорить, что телевидение дает возможность отдохнуть, расслабиться, развлечься. Что это самый простой и безвредный способ проводить свободное время. Но давайте разберемся, такой ли уж он безвредный. Понаблюдайте за собой, когда вы смотрите телевизор. Чем дольше ваше внимание поглощено телеэкраном, тем меньше возникает у вас собственных мыслей. Тем ниже ваша мыслительная активность. Если вы долго смотрите сериалы, шоу, рекламу, то собственных мыслей почти не возникает. Но не думайте, что это расслабление и отдых. Несмотря на то, что ваш ум не генерирует собственных мыслей, он вовлечен в мыслительную активность телевизионного зрелища. Думает его мысли. Он непрерывно впитывает мысли и образы, сходящие с телеэкрана. При этом он переходит в пассивное состояние повышенной впечатлительности, которое сродни гипнозу. Вот что дает телевидение мощным средством манипуляции сознанием. Корпорации платят миллиарды долларов, чтобы в состоянии неосознанной восприимчивости потребителю навязать свои товары. И при этом всегда остаются в прибыли, за счет потребителя, конечно. Хозяева финансового капитала и транснациональных корпораций платят еще больше, чтобы в этом состоянии неосознанности, повышенной впечатлительности сделать мысли хозяев мира мыслями телезрителей. И они, как правило, достигают успеха. Обычно телевидение опускает человека ниже уровня мыслей, подобно алкоголю или наркотику. Кроме того, оно создает сильную болезненную привязанность. Почти каждый нормальный человек может припомнить, как он подолгу переключал каналы. Не потому, что находил что-то интересное, а потому, что ничего интересного как раз и не было. Человек попал на крючок, оказался как бы загипнотизированным, погрузился в своеобразный транс. Его собственная мыслительная активность парализована, ум онемел. А внимание целиком захвачено проходящими на экране образами. И чем действие бессмысленнее, тем сильнее гипнотическое воздействие. Конечно, сам по себе телевизор ни в чем не виноват. Можно создать программы, которые дадут полезные знания о нашем удивительном мире. Помогут людям поменять жизнь к лучшему, откроют сердца и даже смогут пробуждать мысль. В этом смысле телевидение имеет огромный потенциал, которому человечество еще не прикоснулось. Но к нашему большому горю, каналы телевидения контролируют люди, заинтересованные в том, чтобы усыплять человека, делать его неосознанным. И таким образом скрыто контролировать поведение и мысли массы людей. Особенно вредны такие передачи и рекламы, в которых образы сменяются каждые 2-3 секунды или чаще. Просмотр таких программ ведет к развитию синдрома дефицита внимания. Таким умственным расстройством сейчас во всем мире страдают миллионы детей. Короткие промежутки времени, в течение которых внимание привлекается к быстросменяющим образом. Делают восприятие поверхностным, не дают возможности осмыслить мелькающие на экране картинки. Яркий пример тому – видеоклипы, транслируемые на музыкальных каналах. По телевидению получают общее и поверхностное впечатление, которое быстро выветривается из сознания. Посмотрел на туристов, идущих по красивейшим местам, и тут же забыл об этом. А вот если прошел сам, с трудностями, переживая открывающиеся красоты, если они прошли через чувства, они останутся с тобой навсегда, станут частью тебя, сделают твое восприятие мира богаче и ярче, а жизнь радостнее. Изображение на телеэкране яркое, но мертвое, безжизненное. Материалом для творческого становления и развития человека может стать только то, что прошло через чувства. А это прежде всего воздействие природы или непосредственное влияние других людей. То есть живой реальный мир. Картинка на экране плоская, мертвая, не несет в себе импульсов, развивающих творческое начало в человеке. Здесь образы готовы, они просто потребляются, и человек приучается быть потребителем образов, а не творческой личностью. Телевизор – символ общества потребления и манипуляции. Его движущиеся картинки захватывают только поверхностные слои ума. Да и то ум зачастую не успевает перерабатывать поступающую информацию при быстрой смене изображений, или потому, что быстро притупляется восприятие из-за большой информационной перезагруженности. Поэтому спустя день-два от этих впечатлений ничего не остается. Они вытесняются другими и так далее до бесконечности. А время безвозвратно потеряно, и человек мчится к смерти, не успев подумать о смысле жизни. Есть и другая опасность. Проживая эмоционально жизнь героя, фильма или сериала, вы незаметно для себя очень много загружаете в свое подсознание. И когда-нибудь чужие модели поведения, чужие принципы и идеи вы проявите в жизни, думая, что это ваш выбор и ваше желание, а не внушенные извне. Если это агрессивные, порочные модели поведения, они губят вашу жизнь. К вашему общему горе телевизионный яд привлекателен. Телевидение – это тот троянский конь, которого мы сами втаскиваем в свое жилище и позволяем нашим врагам-поработителям незаметно проникнуть в наше сознание и подавить его сопротивление. Против информационного оружия армия бессильна. Пятая колонна действует в каждом сознании. Тут ни танками, ни самолетами ничего не сделаешь. Оружие прошлой войны уже не годится. В войне информационной. Смотреть и слушать в конце концов надоедает, становится скучно. Человек начинает переключать каналы, искать чего-то нового, сам не зная чего. Жить чужой жизнью в примитивных сериалах тягостно. Но когда своя жизнь уныла и однообразна или полна страданий, яркие картинки притягивают как наркотик. Но как и всякий наркотик, он требуется во все больших и больших количествах. Так бессмысленно уходят дни и года. Нормальному же человеку нужно действие, творческая работа, труд. А телевидение переносит человека в вымышленный иллюзорный мир. Мешает его полнокровной жизни в реальном мире. Останавливает его развитие. Реальность заменяется иллюзией. Продуктом чужого, часто весьма бедного воображения. Это добровольная эмиграция в виртуальный мир. Там хорошо тем, кто для реальной жизни умер. Но развитие к божественному совершенству возможно только в реальном мире. С помощью телевидения управлять человеком стало легче. Телевидение управляет тем, куда человек смотрит. Он смотрит туда, куда направлена телекамера. Оно управляет и тем, что человек видит. Он видит на экране только то, что хочет показать режиссер или ведущий. С помощью монтажа и компьютерных эффектов картинка может быть изменена, так как это нужно хозяевам канала. Вырывая, например, из массы демонстрантов очень старого человека или неудачный лозунг, да еще и редактируя картинку компьютерными методами. А карикатуривают выступления оппозиции, выбирая подходящий момент разгона молодежи, протестующий против политики золотого миллиарда, например. Или выступления антиглобалистов представляют как бесчинство хулиганов. Таких примеров разработано очень много. Кроме того, телевидение создает готовые образы, которые загружаются прямо в сознание, без всякого обдумывания. Это приучает мозг к потреблению готовых образов. И отучает от умственного труда. Люди получают информацию, которая часто является дезинформацией, средством манипуляции, насилием над сознанием. Избыток информации снижает эмоциональный фон жизни. Люди не радуются и не веселятся, не поют и не общаются. Они только смотрят и слушают, как это делают другие. Реакции на движущиеся картинки на экране, например, футбол, чисто рефлекторная, как у кошки, на небольшой движущийся объект. Несколько простых примеров и советов телезрителю. Никогда не смотрите телепередачи беспорядочно. Выбирайте заранее программу, которую хотите посмотреть. Регулярно отводите взгляд от экрана, чтобы он не завладевал вашим зрением полностью. Не делайте звук громче, чем необходимо, чтобы телевизор не оглушал вас еще и на уровне слуха. Во время рекламы выключайте звук и не смотрите на экран. Если вы привыкли смотреть новостные телепрограммы или читать о новостях в какой-то газете, старайтесь рассматривать предлагаемую вам информацию с разных сторон. Посмотрите на мнение оппозиции по тем же вопросам, сопоставьте подходы. Тогда можно полнее оценить то или иное общественное явление. Выработать целостное видение проблемы. Кстати, практически все газеты, включая оппозиционные, имеют свои сайты, на которых размещаются все материалы каждого номера. Здесь новые технологии могут быть использованы во благо. Рекомендую к просмотру фильм «Чужие среди нас». Понравилось видео? Обязательно нажми лайк и подпишись на канал. Расскажи друзьям в соцсетях.